А еще в этот же день у Рашида Тимбрезова состоялась двусторонняя встреча с руководителем федерального проекта «Трезвая Россия» Султаном Хамзаевым. В рамках празднования Дня Карачао-Черкесии и Дня города Черкеска они подписали соглашение о взаимодействии в области пропаганды здорового образа жизни, реализации мероприятий по профилактике охраны здоровья граждан и развитию спортивной инфраструктуры шаговой доступности. Подписанный документ позволит активистам проекта продолжить пропаганду здорового образа жизни в регионе. Кроме того, в рамках этих договоренностей проект «Трезвая Россия» будет оказывать экспертную поддержку и инициатив по информированию населения республики о пагубном воздействии на здоровье алкоголя, табака и наркотиков. Султан Султанович приехал в Карачаево-Черкесию с хорошим подарком. Это уличная профессиональная площадка порядка 150 квадратных метров, где наше молодое, в основном подрастающее поколение, ну и люди более старшего возраста, могут спокойно, без всяких препятствий заниматься. И более того, мы решили во всех 12 муниципальных городах и районах установить вот такие спортивные, очень современные, очень нужные площадки. И вот первую площадку такую мы уже где-то этой осенью уже установим. И я думаю, что весной следующего года мы сможем перед вами отчитаться. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить Рашид Борисбевич, вас и вашу команду, которая работает в сфере защиты здоровья наших граждан, алкоголя, табака и наркотиков. Это важно. Мы знаем, что Карачаево-Черкесия в национальном рейтинге трезвости стабильно уже на протяжении трех лет лидирует с точки зрения показательного примера. Мы об этом говорим в других регионах. Безусловно, абсолютно правильная и важную мысль поднял глава касательно того, что мы выступаем не просто за то, чтобы не петь и не курить или другие какие-то проблемы, чтобы не были. Мы говорим о том и показываем, как это надо правильно сделать с точки зрения альтернативы. Безусловно, самая важная альтернатива – это развитие спорта шаговой доступности. И мы не на словах, а на делах докажем, как это можно сделать, в том числе и в Карачаево-Черкесии.